Жарко, но кушать хочется? Сделай холодник, он же типа холодный борщ, типа. Один из самых вкусных рецептов делается вот так. Берем свеклу и заворачиваем в фольгу. 200 градусов час в духовку. Они получаются такие печеные, хотя в принципе их можно просто сварить. Раскрываем. Печеная свеколка. Чтобы не обжечь руки, вот так вот чистим под холодной водой. Прям вот так вот все снимается. Если что, час 200 градусов этого хватает на свеклу размером с апельсин или около того. Посмотрите, какая это. Чесночок по вкусу. Забыл сказать единственную проблему. Без блендера можно это все дело не начинать. Печеную свеколку туда. А теперь пропорции. Одна часть свеколки, одна часть айрана или минералки и одна часть достаточно жирненького кефира. То есть это выглядит примерно вот так. Весь чеснок туда же. Народ, это и есть вкус вашего холодника. Поэтому соль, перец, сахар, все что угодно сюда само собой по вкусу. Я добавлю перчика и хорошую щепоточку крупной соли. И хорошую щепоточку крупной соли. И к этой семье подходит любое мясо, колбасы и любые овощи. У меня вот что. Я возьму просто колбаску и нарежу ее кубиками. На вот такие вот. Хрустящая часть это редисочка. И огурчики само собой. Тоже кубиками, либо какими-то произвольными частями. А зелень вообще любая. Укроп, петрушка, все что угодно. Как нарезали, так нарезали. Все что хотите. Совсем забыл. Вареное яичко для подачи. Колбаска. Чек. Огурчик. Чек. Редиска. Ключевой момент. Чек. Чек. Наш холодный, уже соленый, уже перченый холодник. Петрушка, укроп, кинза. Все что угодно. Яишки для подачи. Все просто. Я думаю, никто не сомневается, что по вкусу это божественно. Потому что по вкусу это божественно. Запомните. Цвет и сладость свеклы, сливочность кефира, жидкость айрана. Либо минералки. И все. И это божественно. Спасибо всем, кто подписывается.